Приветствую вас. Ситуация на самом деле не очень однозначная, потому что непонятно, как вы с девушкой, собственно говоря, познакомились, как вы стали встречаться, что вас объединяет изначально, были ли вы, к примеру, согласны на... Отношения на расстоянии оба. То есть вы понятны, она, бывали, она согласна на отношения на расстоянии, вот. Это первое. Второе, что важно, это то, насколько реально перспектива ваших быть вместе. Друг другом. То есть именно вот в будущем перспектива быть вместе, насколько она для вас реально, потому что пока что это выглядит не очень реально. Вот. К сожалению, судя вот потому что вы пишете. И девушка, она, по-видимому, себя защищает таким образом. То есть она просто пытается выйти из отношений, которые ее, ну, например, текотят. Например, из отношений, которые, ну, как-то болезненно ей переносят и так далее. То есть встреча идет о том, думаете ли вы о ней в этот момент, когда начинают ее уговаривать и так далее. И что вы, по сути, ей предлагаете. Вот. Такое ощущение, что вы думаете о себе, а не о ней. Вот. Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но очень важно, очень важно, чтобы вы все-таки, ну, если не хотите окончательно терять ее, да, чтобы вы ориентировались именно на нее, а не на себя, как ей лучше. То есть сейчас, когда вы пытаетесь ее уговорить, чего-то, ну, не делать. У нее это, по всей видимости, вызывает только лишь сопротивление. Вот. Что, в принципе, более чем нормально. То есть сопротивление, вот, в данном случае, это норма. Поэтому вам лучше всего не сопротивиться, да, а принять ее выбор и согласиться с ней. Потом она, может быть, поменяет что-то, а может быть и нет. Но в любом случае, по крайней мере, вы сохраните с ней контакт и не будете отдалять, таким образом, ее от себя. Вот. Вы пишите, что вы не хотите, чтобы она куда-то уезжала, это ваше собственное желание, к девочке отношения не имеет, не хотите вы этого, потому что у вас есть какие-то ожидания, у вас есть какие-то желания. Я. Ваше собственное. И, на мой взгляд, говорить нужно в первую очередь об этом, о ваших желаниях и о том, чего вы хотите. Не в контексте девушки, а в контексте вас самого. Ну вот. То есть, на мой взгляд, ну, история, она, на мой взгляд, заключается именно в этом. Обратите внимание, что вопроса вы не задаете своего, вы не задаете вопрос свой, вы его не формулируете. К психологу, то есть, к психологу, вопроса как такового нет, чего вы хотите, да. То есть, девочку вам не поменять, девочку вам не изменить, это объективно. Вот. А может, кто-то хочет себя защитить, как бы, если она страдает, то вряд ли ее можно за это винить, если она хочет себя защитить. Если вы можете что-то сделать, что она не страдала, что она не скучала по вам, то это уже, как бы, в вашей власти. Вот. То есть, вот вы говорите, что готовы к ней ехать, да. Ну вот, если готовы, лучше, наверное, ехать прямо сейчас, если вы готовы для нее действительно это сделать. Потому что в пассивном случае вы можете ее потерять. То есть, вы ее, вы ее потерять можете в том случае, если будете пассивным, то есть, если не будете ничего делать. Вот. Сейчас. Вы ее можете потерять, если будете на нее давить и требовать от нее не делать чего-то, что она хочет. Особенно, особенно если... Она это делает для себя и... Потому что, ну... Ей тяжело. Вот. Вот. И, напротив, вы ее не потеряете, если ее выбор примете. Вот. Просто попросите не... не... Ну, не торопиться, да, с расставанием. И срочно припримите какие-то действия, чтобы быть вместе. Вот. 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 Это... Пожалуй... Реально. Это, пожалуй, реально. Это, пожалуй, реально. То, что вы можете... В остальном... В остальном... В остальном... В остальном... В остальном тут... Другого решения тут, в принципе, нет. Вот. Ну, и в целом, очевидно, что вы находитесь в такой... В потерянности. Вот. Вы находитесь в себе. Думаете вы о себе, не о девочке, а о себе. Вот. Что в целом, как бы, конечно, нормально. Вот. В данном случае. Но акцент делается на ней, на девочке в контексте себя. Вот. А это деструктивное решение, потому что... Как бы... Люди чувствуют, когда... Думают не о них, да, а о... Себе. И... Это... Нет, это... Это не может не нравиться... Людям. Вот это не может нравиться людям. Вот так вот. Поэтому... Я думаю, что так вам можно ответить на ваши вопросы. Решением в этой ситуации мне представляется... Снижение вашей мотивированности в том, чтобы девушка никуда не ехала. И отделение все-таки... Того, что... Хотите вы... От того, что вы хотите для нее. Именно. Вот. На мой взгляд, это... Вот такие... Такие рекомендации могут быть. Ну... То есть, пока что. А может быть, при общении с вами... Будут какие-то более... Такие глубокие проблемы. Ну, как правило, да? На пустом месте. На ровном месте вряд ли могло бы получиться так, что у вас отношение на расстоянии. Что вы так тяжело переживаете, что она может куда-то уехать. То есть, ну, прям страдаете. То есть, это все говорит о том, что вы в ней нуждаетесь. Нуждаемость повышена. Вот. То есть, у вас нуждаемость в ней больше нормы, выше нормы, выше, чем нормально. Вот. И эту нуждаемость, конечно, нужно компенсировать. Не через девушку, не через попытку, там, ей, к примеру, ну, что-то навязать. Да? Заставить ее, там, делать что-то. А именно через свое поведение, через свою позицию, через свои, ну, через свою модель поведения. Вот. Вот так, мне кажется, ну, вот такие можно вам дать рекомендации. Вот. А, в принципе, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было для вас полезным. Я надеюсь, что вы для себя что-то извлекли на его ответ. Я надеюсь, что это даст вам возможность подумать, задуматься. Вот. Над, над, ну, над тем, что сейчас происходит в вашей жизни и в отношениях с девочкой. То есть, чтобы сохранить отношения с ней. Вот. Ну, вот, в принципе, так. Я думаю. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.